А в Приморском суде началось рассмотрение иска одесских общественников против городского головы. Последний заявил, что митинг людей с ограниченными физическими возможностями, который прошел летом у памятника Дюку, был проплаченным. В зале суда был Игорь Хмурин. Народная веча под лозунгом «Одесса для каждого» состоялась еще в конце июля. На нем обсуждали проблемы доступности нашего города для людей с ограниченными физическими возможностями. Собравшиеся выразили тогда ряд претензий к мэрии, которая, по их мнению, мало заботится о людях, чья жизнь и так превратилась в ежедневную борьбу. На самом деле больше половины перекрестков, тротуаров не приспособлены для того, чтобы люди на колясках или молодые мамы с колясками могли спокойно ими пользоваться. На следующий день, 25.07, мэр на аппаратном совещании, вот тут четко написано, сказал такую фразу, читая, как есть, не очень грамотно. Вчера дна, возле Потемкинской лестницы пытались имитировать там опять проплаченную такую встречу, привезти инвалидов много и чтоб там доступная среда в Одессе. В последнее время власть имущие часто грешат подобными ярлыками, чтобы отмахиваться от реальных претензий горожан. Но в этот раз организаторы акции решили создать прецеденты, заставить мэра ответить за свои слова. Во время заседания выяснилось, что городской голова нанял частного адвоката, хотя исковые требования предъявили ему как должностному лицу. У меня в договоре написано, адвокат Данилюк Миколаевич, який дей на представительстве вопроса про право на задание адвокатской деятельности, номер 202727, от 16.09.2015 года, адвокат с одного боку, Одесский, местный глава Труханов, Геннадий Леонидович, адреса 65204, место Одесса, Думская площадь, 1, надалее клиент. Этот факт возмутил истцов. Одно дело, если бы они подали в суд на обычного гражданина за оскорбление во время вечерней посиделки в кафе. Но ведь мэр упрекнул их прямо посреди аппаратного совещания в здании муниципалитета в рабочее время. Почему же он решил нанять адвоката со стороны, а не взял специалиста из юридического департамента? Сам адвокат Данилюк комментировать что-либо отказался и назвал процесс абсурдом. Я не комментирую абсурдные дела, извините. Абсурдные дела? То есть вы считаете, ваше так? Заседание продлилось недолго. Ходатайство истцово на значение экспертизы было отклонено судом из-за некорректной формулировки. Последние пообещали документ исправить и провести необходимые исследования в течение двух недель. В итоге был объявлен перерыв до 17 октября. Судя по всему, нас ждет увлекательный многосерийный судебный процесс. Особенно оскорбленных общественников интересуют письма, на которые ссылается адвокат мэра. Якобы некие лица пожаловались его клиенту, что вече было проплаченным. По сути, на этом и строится вся защита.